Доброе утро! Сегодня 26 июля и с нами опять Игорь Борисович Иванов. Здравствуйте! Игорь Борисович, расскажите, какое сложилось положение на фронте? Я бы хотел отметить три момента. Во-первых, враг пытался атаковать нас в районе Степана Крынки. Атака этой не удалась. Мы уничтожили один танк и два БТР. Отбили. Второе. Южная группировка противника в районе Дьяково, Зеленополе и далее по границе сейчас полностью окружена и отрезана от баз снабжения. То есть противник там испытывает большую нужду в топливе, еще большую нужду в боеприпасах. Похоже, что его командование там просто бросило. И то, что эта группировка еще не сдалась, это результат деятельности просто киевской пропаганды, потому что они внушают постоянно, что у нас здесь чеченцы кожу с людей сдирают и прочее. Они не понимают, что они воюют с адекватными людьми, а террористы на той стороне. И поэтому лучшее, что эта группировка сейчас может сделать для того, чтобы сохранить свои жизни, это сдаться. Сдаться и пойти по домам, закончить эту преступную войну. Это по южной группировке. И третье. Противник приближается к городу запада, в районе аэропорт Пески. В город ополчение его не пустят. То есть у нас достаточно сейчас сил и достаточно средств, чтобы это осуществить. То есть противник дальше не продвинется. Игорь Борисович, а вот если все-таки решат сдаться, какая процедура и что их ожидает? Я думаю, и не только думаю, а знаю, что процедура здесь согласна международных правил. Мы нормально относимся к пленным, понимаете? А киевская пропаганда запугивает своих солдат, а потом бросает их. Вот они провели уже три мобилизации. Первая, вторая, третья. У меня вопрос, где вот эти первые две мобилизации делись? Вот ситуация с южной группировкой. Они просто бросают своих людей, берут новое пушечное мясо, гонят. Если бы солдаты понимали, что здесь действительно отношение к пленным нормальное, оно нормальное здесь отношение, согласно международным стандартам, то я думаю, что у них сейчас половина армии бы разбежалась. Вот это просто надо объяснять, так сказать, что здесь у нас воюют они против народа, против адекватных людей, адекватных командиров. У нас нет карателей, у нас нет палачей здесь в армии. Палачи и каратели с другой стороны. Ну, я думаю, наше обращение, которое мы сейчас записали, будет и на украинских каналах. Мы постараемся через интернет распространить, и адекватные люди среагируют адекватно. Расскажите, пожалуйста, каковы на данный момент задачи ополчения? На данный момент задачи ополчения. Первое – это укрепление обороны Донецка. Второе – это формирование обучения и вооружения новых частей. Я могу заявить, что уже через 2-3 недели силы ополчения возрастут настолько, что мы сможем, и обязательно это сделаем, перейти в наступление и начать изгонять карателей и иностранных наемников из Новороссии. Поэтому командование ополчения обращается ко всем жителям Донецкой Республики активнее вступать в ряды ополчения. Слава Богу, поток добровольцев не иссякает. Мы об этом говорим каждый день. Мы говорили вчера, да, об этом люди идут, записываются в ополчение. Но чем быстрее мы проведем процедуру превращения нашего ополчения в нормальную регулярную армию Новороссии, тем быстрее враг будет изгнан с нашей земли, и тем меньше будет жертв разрушений. Спасибо. С вами было военное обозрение. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok